Подруги, привет! В доме раннее утро, и сегодня у нас видео на тему меню ребенка в год и два месяца. Это означает, сегодня будем кормить моего малыша. Ребенок уже проснулся, сидит в кроватке, сыграется, а у меня есть немного времени для того, чтобы приготовить ему завтрак. Значит, сегодня мы начинаем с каши, будем готовить две каши. Первая – это кукурузная каша, ее он будет есть основной. И вторая каша – это амарантовая каша, которую я вожу. Сегодня у нас целая столовая ложка. И так как готовится она достаточно долго, то без долгих прелюдий – за дело. Наши каши сейчас. Так, наши каши. Вот, это моя кукурузная каша, нутрилон. Также здесь у меня из рыги привезенная амарантовая каша. Амарант – это растение цветочной культуры из Южной Америки. Оно очень полезное и буквально набито разными полезными веществами и витаминами. Также оно идеально для людей, которые не переносят глютен, но это если говорить обо мне. Так как у ребенка моего непереносимости глютена нет, то этот вопрос, как бы, проходит мимо. Но он от этой каши получает все полезные вещества. Поэтому эту кашу, собственно, я и вожу. Ну, а то, что останется от его порции вода в прикорм нового продукта, съем я. Сразу должна сказать хорошую новость, что мой ребенок начал есть самостоятельно. Это, конечно, процесс не из простых. Маму или слегка потряхивают, но, тем не менее, руки у меня свободны, поэтому я смогу готовить вторую кашу, пока он ест. Я тут на Инстаграме выложила фотографию. Как раз-таки на его маленький день рождения, год и два месяца, как он самостоятельно ест кашу. Он уже не только ее съедает, но еще и отобрал у меня мою порцию и мою большую ложку. Это очень забавно. Так что, кто не видел, заходите на мой Инстаграм, посмотрите эту фотографию. К этой каше я добавлю фрукты. Обычно я добавляю свежий фрукт. У меня есть бананы в томе, есть ягоды. Но сегодня я, наверное, свежие фрукты оставлю на перекус и добавлю баночку. Это, кстати говоря, тоже хороший способ избавиться от всех запасов карантина. И вот я добавлю ему вот такую вот фруктовую баночку. Это у нас банан и груша. Очень даже вкусненько. Так, всю банку туда отправляю. И каша становится невероятно вкусной. Ну, в момент того, что, в принципе, мне кажется, каша вкусная. Даже если готовить на воде. Здесь объем достаточно большой, мисочка полная. Но помните, пожалуйста, о том, что ребенок у меня это все размазывает по всей кухне. И также у меня маленькая ложечка. В процессе обучения ребенка есть с ложкой самостоятельно, мы все-таки выбрали пока вот эту. Попробовали также вот этот вариант. Тоже неплохой. Но в силу того, что у ребенка руки все в каше, пока он ест, то эта ложечка стала более удобной, поскольку этот стоппер, он эту руку останавливает. И рука не скользит к ложке, и он может есть. Ну, а пока он не орет, я быстро буду готовить амарантовую кашу. Обычно каши для ребенка я готовлю на воде. Но есть две каши, которые я готовлю еще и на молоке. Это амарантовая каша и это пшеная каша. То есть две-два вида. Значит, что мне понадобится? Мне понадобится вода. Я беру детское молочко. И, значит, у меня будут две части воды, одна часть молока. Вот так. Ну, это практически полная. И, следовательно, 400 миллилитров воды наливаю. Так. Раз. И два. Готовлю запасы. Я добавлю порядка полутора таких стаканчиков. Амарантовую кашу нужно варить достаточно долго, полчаса, и потом еще 10 минут держать под крышкой. Так, все, ребенок орет, пошла забирать. Друженцы, привет! Привет! Ну, че, разорался? Так, надеваем нагрудник сразу. В инстаграме у меня девчонки пишут, зачем рабу нагрудник. Не очень сильно понимаем. У нас хэппи-бэйби. Сразу говорю, нагрудник паршивый. Давай. А, нет! Вот. У тебя рука, Люська. Давай, держи вот так. Держи правильно. Давай. Ам. Давай, давай! Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ложка наша улетела вниз. Предполагаю, завтрак закончен. Съел он практически всю порцию. Вот чуть-чуть на самом не осталось, но я думаю, этого достаточно, поскольку у нас еще будет амарантовая каша. Сейчас покажу, как я все это дело чищу. Первым делом я мочу теплой водой две большие пеленки, которые как раз-таки используются для того, чтобы устранять последствия катастрофы, и просто-напросто начинаю чистить. Так, ребенок, снимаем слюнявчик. Сделю сюда чистую пеленку. Руки на пеленку. Руки чистим вот таким вот образом, чтобы они были по возможности чище. Так, давай. Так же. Здесь. Ой, это не нравится. Хорошо, хорошо, это ванн. Это оставим на ванну. Так. И просто-напросто собираю все, что у меня на столешнице. Здесь мой стокий трип-трап, это просто чудо чудное. Коши в полноцвете, поскольку его можно прочистить очень легко. Эти пеленки из них не повторно, я просто их полоскаю и заново потираю. Ну, в этот раз, я думаю, у меня двух хватит, поскольку ребенок сейчас отправится в ванну. И все вытираю до максимальной чистоты. Так как руки у нас не на сто процентов чистые, то, конечно, где-то что-то он еще оставляет, но в целом я потом просто до вытираю. Так. И просто ее вытираю на сухо. Вот, ты протерла, и она у тебя вся чистая. Снять ее просто с секунды. Так. Ну, и что у нас тут? Так, ребенок отстаем, давай. Взюзик. Ух! Кто меня тут поел? И потом просто стульчик протираю влажной тряпочкой. Все остатки каши снимаю. И, в принципе, все. После такого катастрофического завтрака, мне кажется, чистка стула, она минимальная. Поэтому, кто думает покупать стул, вот, пожалуйста. На реальном примере, смотрите, когда ребенок очень грязно ест, что происходит со стула? Стул чистый. Так. Здесь еще. Ну вот, я стул почистила. Ребенок после каши сидит тут. А стул уже практически чистый. Да, в принципе, он чистый. Все ушло. Здесь просто секрет в том, что нет никаких потайных мест, куда еда забегает. Стул остается чистым. Перу в одной руке столешницу. Делаю вот так вот. Кринкс-кринкс. И все, столешница прикреплена. Вот так вот и просто. Сейчас мы с тобой посмотрим, что с амарантовой кашей. И пойдем мыться. Да? Амарантовая каша моя уже готова. Вот так она выглядит. Как икринки маленькие. Кашу эту обожаю. Помимо того, что она действительно вкусная. Хотя вкус специфический, она еще нереально полезная. Поэтому, собственно, вожу ее и в рацион ребенка. Сейчас я оставлю ее томиться под крышкой. Мы пойдем в ванну купаться. И потом уже ведем нашу столовую ложку амарантовой каши на сегодняшний день. Так, подружки, вот каша моя готова. Сюда малышу положила. Столовую ложечку. Я сделала ее не сильно жидкой, чтобы все-таки было легче ее малышу дать. Ну и проверить, будет у нас реакция или нет. Еще одна важная вещь по поводу каши. Некоторые мамы под моими видео мне с такой пассивной агрессией пишут вопросы и комментарии. Мол, непонятно, зачем покупать вот эти детские каши-порошки, когда можно использовать наше такое отечественное прям производство. Взять гречку нормальную, любую другую крупу и ребенку дать. Ответ очень-очень простой. Да, когда ребенок взрослый и уже введены все продукты, и вы знаете, что у него нет реакции, запросто, пожалуйста, варите какую кашу хотите. Взрослую, детскую, неважно. Но пока ребенок совсем маленький, до года, и когда продукты только вводятся, и мы не знаем, будут ли у него какие-либо аллергические реакции, то нужно ребенку давать исключительно детские каши самого высокого качества. Да, они дороже, но суть здесь в чем? Суть в производстве. Самые ответственные производители, они имеют отдельное поле для крупы, которая пойдет на детские каши, и также они имеют отдельные линии производства детских каш на своих заводах. Это означает, когда, например, детская гречневая каша производится, то по той линии, по которой идет обработка этой крупы, ничто другое обрабатываться не будет. Это означает, что в нашей упаковке детской каши не будут следов и остатков каких-либо других круп, на которые у ребенка может быть аллергия. И как мы это можем знать? На упаковке детской каши, где написан состав, там должно быть написано, что входит в состав. И если, например, на пачке детской гречневой каши написано, что она 100% состоит из гречневой муки высшего сорта и качества, которая специально производится для детей, тогда все окей. Но если там есть ремарка о том, что каша может в своем составе содержать остатки сои, орехов, глютена, других круп и так далее, тогда мы можем знать, что это производство не производит специально детские каши. И линия производства используется абсолютно для всего. А это означает, что каша для ребенка небезопасна, особенно в момент, когда мы только вводим прикорм. Вот и вся разница. А почему каши детские похожи на порошок? Просто потому, что они сильно измельчены. Так, подружки, еще новинкой в год и два в нашем доме стали печеньки. Я все-таки сдалась и купила ребенку печеньки. Знаю, что не планировала очень долго в упор наводить его рацион печенья, но в дорогу, в прогулку или в момент, когда ребенок просто капризничать, не знает, что хочет и нужно как-то его отвлечь, это печенье работает прекрасно. Это у нас флёр Альпин и упаковка, она вот такая. Индивидуальные такие упаковочки маленькие, в каждой из них две печеньки. Так что в прогулку очень удобно с собой брать. И вторая штука, которую я давно уже, правда, хотела попробовать, это пафики. Вот такие я нашла от Гербер. Насколько я знаю, они продаются, на самом деле, только в России, с бананным вкусом. И вот такие вот маленькие-маленькие звездочки. Они очень хрустящие, очень лёгенькие и тают во рту. Так что ребенок может чуть-чуть их погрызть, и они тут же распадаются и тают, поэтому нет риска того, что ребенок поперхнется или подавится. Правда, с ними нужно быть осторожным, то есть ребенку давать только ровно ту порцию, которую он реально съест, поскольку они очень быстро засыхают. Так, подружки, мы для малыша готовим очень вкусный, быстрый и полезный перекус. Что для этого мне понадобится? Два яблока, я их натерла на терочке, потом один достаточно спелый банан, его сразу отправляю к яблокам. Дальше нам понадобится два яйца. Второе. Прекрасно. Сразу обмешиваем и после чего добавляю немного измельченной овсянки. Здесь я использую нашу кашу на трилон. А готовим, собственно, мы оладьи, которые будем запекать в духовке. В принципе, если у вас нет такого рода измельченной овсянки, вы спокойно можете добавлять хлопья. Но здесь нужно убедиться, что ребенок переносит все ингредиенты, и у него нет аллергии, в случае овсянки, например, на глютен. По поводу количества овсянки. Здесь я просто смотрю по консистенции. Так как мне нужно будет сделать оладушки и поместить их на противень, то я просто смотрю, насколько вот эта масса у меня жидкая, либо густая. Мне кажется, еще немного можно добавить, чтобы сделать все это дело чуть-чуть более густым. В общем, чтобы они не разваливались и чтобы потом легко можно было их отделить от бумаги. И последним шагом я добавляю немного корицы. Сахар, соль я, естественно, не добавляю. И когда масса готова, я делаю оладьи среднего размера и отправляю их на противень с бумагой для выпекания и в духовку на 180 градусов 20-30 минут. Так, подружки, у нас обед. Что я буду готовить? Первым делом я буду готовить паровые котлеты из мяса телятины, то есть фарш телятины. Его заказываю в ЭК-маркете просто потому, что мясо наикрутейшего качества. Здесь очень хорошее чистое мясо. Не жир, не прожилки, а мясо. Проверено. Разные виды уже заказывали, и это одно из любимых видов мяса Рэма. Он телятину просто обожает и ест ее всегда. Значит, у меня будут паровые котлетки. В них я добавлю одно яйцо и немного муки для того, чтобы эти котлеты, они держались вместе. Дальше что? Я приготовлю на пару также батат. И вместе с бататом приготовлю морковку. И так как я не люблю готовить, то в своей жизни я всегда делаю легче, заказывая подготовленный продукт. Вот в этом случае это уже очищенная, помытая и нарезанная морковка. Ее я порежу еще на половинки, чтобы у ребенка были вот такие очень удобные соломки из морковки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так что котлетки мои с трудом сохранили форму в пароварке, но это, ладно, не важно. На самом деле, главное, чтобы мясо было хорошо приготовлено. Готовила его аж целых три раза, 20 минут для телятины не хватает. То есть они полусырые, по итогу выходят. Поэтому я готовила три раза приблизительно по 20 минут. То есть заливала водичку по 200 мл и проварила три раза. К сожалению, пароварка моя не справляется с телятиной за один подход. Если, например, готовлю котлеты из курицы, то для малыша я их проварю в два раза минимум. Вот такой прекрасный обед у нас с малышом сегодня получается. Остаток морковки и батата я доготовлю. И все, что остается у нас в мисочках, я накрываю пищевой пленкой, либо отправляю в контейнеры и храню это все в холодильнике. Такого плана обед я для ребенка могу хранить 2-3 дня максимум. Если что-то остается, то съедаем с мужем сами и ребенку готовлю свежее. Так, ну а на перекус у нас вот эта невероятная красота. Господи, как же он пахнет, этот арбузик. Ах, сейчас порежу и дам котенку. Еще в дополнение положу ему его любимые ягоды. Это у нас голубика. Ее покупаю в Перекрестке. У них есть контейнеры 500 граммовые. Стоят в зависимости от скидок от 500 рублей до 800 рублей. Но качество этих конкретных ягод, именно этой упаковки, оно всегда отменное. Поэтому покупаю всегда только вот эти ягоды. И что касается арбуза, его я заказала в Экомаркете. Ровно так же, как и все остальные фрукты, овощи в последнее время, которые мы заказываем. Арбузик я уже ребенку вела. Целую неделю мы вводили. Поэтому смело даю ему вот приблизительно столько. И добавляю сюда немного ягодок. Получается приблизительно вот так. Мы ради нашего ролика, чтобы было всем веселее смотреть, снова в белом. Неизменно. Но, как вы заметите, я одела слюневчик. Наконец-то в какой-то веке я вспомнила, что нужно его одеть. Еще, если говорить про стирку вещей, вы часто, когда я снимаю ролики с нашей едой, спрашиваете меня о том, как же я отстирываю одежду Рэма. Особенно, когда мы вот так вот едим любую. Причем еду не важно. Овощи это желтые, зеленые, красные, фрукты ли, мясо ли. Все мы едим в белом. Моя добрая подруга Лейла, она посоветовала попробовать ушастый нянь. Есть у них такая пшикалка для выведения пятен. То есть, это не порошок, не гель, а именно пшикалка. То есть, ты пшикаешь на пятно и отправляешь все это дело в тиральную машинку. Говорит, что работает прекрасно. Вот я в ближайшие дни планирую также его купить и попробовать посмотреть, будет ли хорошо справляться с пятнами. Так что, всем, кто никак не может найти хорошее средство, попробуйте ушастый нянь пшикалку для выведения пятен. Ну, вкусно? Вкусно. Мы, кстати, только что проснулись. И у нас тут перекусик. В три часа будем только обедать, поэтому есть время еще перекусить немного фруктиков. Так, а что касается перекусов. Перекусы я в холодильнике храню порциями вот таких вот в контейнерах манчики. Они герметично закрываются. Их удобно хранить, брать с собой в сумку. И сюда вмещается порция малыша. Очень удобно. Так, ну что ж, это наш обед. Все, что от него осталось. Я уже по сигналам своего малыша поняла, что каждый раз, когда он наедается, он просто берет и тарелку сбрасывает на пол. И неважно, ты можешь там еду ему положить на столик, можешь еще раз предложить эту тарелку, поместить еду в другую мисочку, например. Все равно он будет кривляться, есть уже не будет и будет ее просто изо рта выплевывать. Поэтому мы на этом сегодня остановились. Обед закончен. Так, подружки, у нас уже вечер. Сколько времени? О, уже 7 часов. Мы пришли с нашей прогулки поздновато. Поэтому я быстро-быстро делаю ужин. Значит, сегодня у нас будет смузи. Делаю его на основе, делаю его на основе детского биолакта. Это тот биолак, который мы используем чаще всего без сахара. Его отправляю в блендер. Сразу скажу, что это ужин на нас двоих, поэтому объем здесь будет достаточно большой. Рем выпьет порядка 300 мл, не больше. Это его порция ужина в последнее время. Значит, тиферчик добавляю. Я пока добавлю две пачки, посмотрю по консистенции. Мне нужно, чтобы наш смузи был достаточно жидкий, чтобы он мог его пить из своего повинника. Также я сюда добавляю авокадо и шпинат. Вот у меня здесь есть шпинат. Шпинат разморозила, и я покупаю замороженный. Пока добавлю три дольки авокадо и пасочка смузи шпината. И также у меня баночка гербер. Здесь я вам заклеил. Это яблоко и свекла. Так, получается у нас даже жидковатый, поэтому можно смело отправить остатки нашего авокадо. Ну что ж, смузи у нас получился. Очень такой витаминный, овощной, но в то же самое время вкусный. И в такой жаркий день, как сегодня, мне кажется, само то перед сном. Очень полезный и также очень хороший для пищеварения. Так что все, мы отправляемся ужинать, будем купаться и уже укладываться на сон. Пишите в комментариях, какие ваши самые любимые рецепты для малышей в год и два месяца. Я уверена, что мне и также остальным мамочкам, которые смотрят это видео, будет сильно полезно. Ну а я с вами на сегодня прощаюсь. Увидимся с вами в моем следующем видеоролике. Все, пока! Субтитры подогнал «Симон»